В региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Московским межрайонным следственным отделом города Тверь, следственного управления, следственным комитетом РФ по Тверской области выясняются обстоятельства гибели женщины и двух мужчин, тела которых в ходе тушения и возгорания были обнаружены 23 апреля вечернее время на лестничных площадках жилого дома, расположенного по улице Можайского города Твери. Место происшествия детально осмотрено следователем и криминалистом Следственного управления Следственного комитета, опрошена очевидца случившегося. Для выяснения точных причин произошедшего назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Для выяснения точных причин случившегося назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинских экспертиз. Индивидуальный предприниматель Константин Панов вызвал полицию, когда увидел, что вход в его торговый павильон практически перегородил гигантский мусорный контейнер. Вот здесь должны стоять машины, а никак не кагат с мусором. Это заполненное мусором сооружение появилось у входа в торговый павильон в канун Светлого Христового Воскресения. Место действия – Дмитрово-Черкасское кладбище. ДГБ МБУ Радоница поставили якобы для вывоза мусора. Другого места они не нашли. Завтра Радоница и послезавтра два праздника, где два дня, которые все будут торговать, они нам поставили вот эту хорошую штуку железную. Поэтому они нам перекрывают, чтобы у нас торговли не было. Константин Панов уверен, такое воспрепятствование частному бизнесу произошло не случайно. Я в этом полностью уверен, что это выбрано не случайно. Это выбрано специально, чтобы сделать нам праздник, чтобы мы не торговали, чтобы задушить малый бизнес. Так как я был свидетелем по делу Рейнова и Ревнивых. А Ревнивых является куратором кладбища. Тобыш является куратором ТГМБУ Радоница, которая бюджетная организация. После этого случая сразу начались и приглашали в следственный комитет, и куда только не приглашали меня там поговорить, рассказывать. И пишут они на меня теперь бумаги всякие разные, что я когда был директором Радоницы, что захоронение незаконное есть на Николе Малеце, вчера только был в следственном отделе. В общем, всеми путями все, что можно сделать, они вот это делают. О случае накануне Пасхи на Дмитрово-Черкасском кладбище стало известно уполномоченному по защите прав предпринимателей в Тверской области Антону Стамплевскому. В нашем работе есть обращение от организации «Гранит плюс». Они осуществляют деятельность 2005 года на территории города Твери. И все, что касается, скажем так, уголовной составляющей с физическими лицами, это работа правоохранительных органов. Я знаю, что было обращение такое, в том числе и в прокуратуру. Нас заинтересовало действительно два момента, которые, мы видим, ограничивают права бизнеса и могут, в принципе, свидетельствовать о том, что речь идет о воспрепятствии незаконной предпринимательской деятельности. О притеснении своих предпринимательских прав к Антону Стамплевскому обратилась Наталья Васильева. У нее тоже ритуальный бизнес и тоже на Дмитрово-Черкасском кладбище. В связи с чем это? А в связи с тем, что нас хотят убрать. Как Константин Анатольевич Панов являлся свидетелем по громкому уголовному делу. Нас начали притеснять. То есть его как свидетеля, а меня за то, что мы дружим с семьями. Если павильон Панова находится в центре кладбища, то торговая точка Васильевой у его муниципального участка. Мы здесь занимаемся деятельностью, торгуем и ритуальными принадлежностями. Уже несколько лет стоим. Изначально рынок, который находится на противоположной стороне, был вместе с нами здесь. Потом со смены руководства всех предпринимателей перенесли туда. Были написаны имя заявления. А наши заявления были написаны изначально раньше других предпринимателей. Наши заявления рассматривались ровно месяц. И в течение этого месяца все предприниматели переехали туда. Потом Радунице нам было отказано. Сказали, что мест нету на указанном рынке. Начались вот такие притязания. В чем суть этих притязаний? Вот выставляют нам ларьки. С моей стороны ларек у гранита стоит морской контейнер. Уже почти два года. Недавно поставили им кагат. В прошлом году кагатом были огорожены мое торговое место. Но сейчас ввиду того, что идут захоронения на погибших на спецоперации, видимо, совесть все-таки у руководства Радуницы появилась. И они не стали перегораживать вход на кладбище. В прошлом году было все перегорожено. И людям приходилось попадать в калитку, потому что многие не проходят просто на территорию кладбища через ворота. Конфликтная ситуация с учреждением Радуница. Первый вопрос касается размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального кладбища Заворское. Обществу был направлен отказ в заключении договора, якобы из-за отсутствия мест, согласно утвержденной схеме размещения. Просто тема нестационарной торговли в свое время в городе Твери была резонансной. И никак не думали, что мы снова к этим проблемам вернемся. Но саму схему утверждает это же учреждение муниципальное. И свободные территории достаточно еще для одного объекта. В связи с этим мы обратились с предложением главе города расширить схему и заключить договор с данным обществом. Ну и второй вопрос связан с установкой мусорного контейнера рядом со зданием, которым владеет общество на праве собственности в поселке в районе Дмитрово-Черкас. Здесь в настоящее время по данному вопросу проводится проверка. Считаем, что все-таки необоснованно задерживать, загораживать проход к объекту ритуальных услуг, особенно в значимые православные праздники, и устанавливать заграждение в нескольких метрах от его входа. Мы следим за ходом событий.